Добрый вечер! Добрый вечер, дорогие друзья! Добрый вечер! Добро пожаловать на наше очередное занятие по масляной живописи курса 20 на 20. Сегодня меня видно хорошо, решил немножко иначе начать наш урок, а то я все время появляюсь очень крупно в кадре, как-то прям только одно лицо и ничего не видно больше. Хорошо, захотелось просто сегодня немножечко сделать чуть более по-домашнему, чуть более просторно, чтобы все было видно и прежде всего, чтобы мне было видно тоже и экран, и чат, и камеру. Отсюда тоже очень удобно за всем следить, что происходит у нас в вебинаре. Что мы сегодня с вами пишем? Мы пишем небольшой натюрморт с кофейной кружкой, трубкой и чуть-чуть я еще положил туда зеленушки. В общем-то вы видели все это в сообщении на картинке, на фотографии, которую я вам уже прислал. Холст у меня сегодня будет небольшой, вот такой вот 18 на 24. Собственно, это один из стандартных размеров, пропорции 3 на 4, ну как 30 на 40, да, только очень-очень маленький. Если у вас сегодня холст квадратный, 20 на 20 сантиметров, он тоже подойдет, просто у вас будет чуть другой формат. Например, можно будет больше сделать изображение внизу, добавить вниз фона и сделать немножко больше фонового изображения сверху. Скорее всего, я возьму для работы сегодня небольшие кисти номер 0, номер 2, номер 4. Может быть, для фона воспользуюсь кистью номер 8. У меня будет холстик тонированный, я его затонировал предварительно, где-то неделю, наверное, назад, остатками всех красок на палитре, которые у меня были. Я показывал это видео 15 минут оф арт и говорил вам, по-моему, о таком способе тонировки холста на прошлом занятии. И, пожалуй, я даже начну сегодня писать натюрморт с того, что возьму оставшуюся вот эту общую краску. Вижу, к нам присоединяется. Наталья, добрый вечер. Возьму эту общую краску, вот смесь всех наших красок. И в нее буду добавлять все остальные цвета, все остальные краски, которые у меня будут на палитре. А на палитре у меня сегодня будет белила, кадми желтый, кадми красный, ультрамарин и умбра жженая. Пять красок. Если мне вдруг понадобится, ну, я не знаю, что, ФЦ, голубая ФЦ, или, например, чтобы сделать более темный цвет, если у меня не получится смешать его из моих красок, довести до черноты, может быть, я возьму даже немножко Индиго. Но, скорее всего, я попробую обойтись без этих оттенков, без этих красок. В качестве разбавителя у меня масло льняное, и сегодня это масло живописное, которое мне не нравится. Но, ура, в наших магазинах опять появилось в продуктовых отделах обычное льняное масло. Как только эти баночки у меня подойдут к концу, я воспользуюсь уже маслом льняным для салатов. Сегодня у нас, кстати, будет вебинар идти через новую веб-камеру. Мне будет приятно потом услышать, почитать ваши отзывы насчет того, как там видео, как оно выглядит, хороша ли трансляция, все ли видно. Потому что на моем мониторе с любой камеры видно хорошо. Но я понимаю, что это мой монитор, камера вещает на него, на мой компьютер. Мой компьютер раздает видео вам. Так вот, после нашего занятия, мне было бы интересно послушать ваше мнение о новой камере. Я тоже буду смотреть это видео в интернете. Тоже буду проверять. Но, чем больше мнений, тем лучше. Сейчас я попробую напрячь зрение и переключить камеру на холстик, чтобы мы уже начали рисовать. Итак, насколько я вижу, камера действительно уже переключилась. Вот я вижу холст. Все отлично, все замечательно. Поэтому я включаю дополнительный свет. Я включаю дополнительную камеру. Включаю видеокамеру, потому что для вас я всегда делаю запись видео. Вот наш сегодняшний натюрморт. Вот он мой тонированный холстик. Вот она, моя небольшая кисть. Пока у меня видно все просто замечательно. Макаем кисть в разбавитель. А, я забыл найти среднюю краску. Я ее, собственно, по своему же совету, вот она, отложил в маленькую баночку. Ну, поскольку у меня остается и немножко, вот она у меня там в банке хранится. И как раз вот эту краску я возьму на кисть. Чуть-чуть размягчу ее. Вот просто капну в нее масло, разбавитель. Возьму ее немножко совсем на кисть. И будем расставлять наш натюрморт по нашему холсту. Чашки-тарелки. Так, мы можем распределить его как угодно, но мне кажется, надо сначала определить его границы. То есть, например, чтобы ниже вот этой полоски у нас никуда уже ничего не уходило. Вот эта полоска, это будет край нашей веточки. Поставим здесь тоже черточку. Это будет левый край нашего натюрморта. То есть, здесь у нас закончится кружка вместе с ручкой. И где-то, наверное, вот здесь, ну, чтобы весь натюрморт был в центре, у нас закончится трубка. То есть, вот этот край трубки. Посмотрим на ширину этого натюрморта и сколько он у нас вмещается, какая у него высота. Примерно где-то вот здесь у нас закончится трубка по высоте. Мы ее можем в случае чего немножко просто больше уложить, чуть более наклонно написать. И трубка у нас более вертикальная. Где-то вот примерно вот это расстояние делим на 3 и вот одну треть приблизительно оставим на трубку, на ширину трубки. Может быть, даже чуть-чуть побольше. То есть, вот на это место. И начнем вырисовывать. Значит, если здесь у нас лежит веточка, за ней, соответственно, немножко выше, где-то здесь у нас стоит блюдце. Также примерно в этом месте у нас находится низ трубки. С чего лучше начать вот в данном случае? Ну, по-моему, самого сложного. С чашки. Мы знаем ширину. Ну, вот мы ее себе определили. Чашка вместе с блюдцем. У нас чашка на блюдце стоит. Стоит ровно посередине блюдца. Значит, мы делим вот эту часть пополам. И сюда уже можем вписывать чашку. Вот это у нас краешек блюдца, ближний к нам. И вот мы можем его немножко себе так вот определить. Это блюдечко, да, вот где оно, как оно от нас уходит. То есть, как оно к нам выгибается, как оно выгибается от нас. И ставим чашку. Смотрим, где у чашки низ относительно блюдца. Ну, почти втыкается туда. Да, вот чашка утопает немножко в блюдечке. Примерно по середине блюдца у чашки заканчивается ее небольшая ножка. Есть там такая ножичка. Подставочка такая. Да, вот мы ее тоже вписываем. Там, где чашка касается блюдца. То есть, где их контуры соприкасаются. Чашка идет немножко вот так вот в ширину. Не самое еще широкое место. Вытаскиваем это место чуть-чуть подальше. То есть, тут у нас как будто бы прячется небольшой овал. Такая вот яйцевидная форма. Вот здесь. Длинненький такой овальчик. Вот такой вот лежит овальчик. Как будто бы не круг. И дальше. Ну, зачем я сдвинул? Скажите мне, пожалуйста. Хотя это, в общем, не очень важный элемент. И дальше. До, наверное, вот этих пор. Да, у нас чашечка пойдет наверх. Сразу же тоже давайте посмотрим, насколько, вот какие у нее пропорции. Ширина чашки и высота чашки. Ой, она вписывается практически в квадрат. Раз, два. Действительно. То есть, вот самая большая ширина равна ее высоте. Вот она, высота чашки. Мы видим чуть-чуть ее вверх. Да, поэтому здесь мы немножко высоту снизим. И вот тут верх чашки изобразим. Ширина чашки сверху. Вот это место. И донышко. Равны они или нет? Нет. Донышко чуть поменьше. Чуть поуже. Да, значит, уже относительно ширины донышка. Вот если мы так вот продлим, сделаем прямую линию. Немножко вправо и немножко влево у нас верх чашки выходит. И мы просто соединяем почти по прямой. Но сначала действительно по прямой вот эти вот наши углы построения. Вот создаем вот этот вот наклон чашки. Дальше мы можем его уже чуть-чуть сделать поинтереснее. Немножко сгладить вот этот уголок, вот этот уголок. Чуть больше может быть что-то сделать. Подгладить немножечко даже и донышко. Но в принципе это не очень нужно. Проверим блюдце. Чтобы блюдце было у нас по возможности ровное. И сразу же замечаем у нас краешек блюдца. Вот этот краешек, он уходит за трубку. То есть мы его можем немножко сюда продлить, чтобы трубку потом вписать уже поверх. Если мы видим у блюдечка, вот там внизу вниз, мы его... Ой, извините. Сейчас настроим. Возьми кисть. Вот. Вот этот низ темный. Мы его не пишем. Мы делаем там просто темноту. Уже делаем это только цветом. Но сейчас еще вот мы в чашку встроим одну вещь. Мы встроим ручку. Где у нас она заканчивается? Немножко ниже, чем вверх чашки. То есть где-то вот здесь. И на что она похожа? Как я все время говорю, на знак вопроса или на ухо. Вот сюда. У нас куда-то пойдет ручка чашечки. Она толстенькая. Но чуть-чуть придется, видимо, выйти за наши границы. Думаю, это не самое страшное. В крайнем случае мы можем, если что-то у нас будет сильно мешать, мы можем чуть уменьшить чашку. То есть сделать ее немножечко более узенькой. Взять за ее контур чашки не вот эту границу, а вот эту внутреннюю. Да, вот если мы сделали широкий мазок, то мы можем чашку написать вот здесь, она у нас закончится. А можем ее границу сделать по вот этой линии. Это мы решим уже в процессе, собственно, написания картины. И точно так же, как чашку, построим трубку. Находим, под каким углом у нас трубка повернута. Примерно под 45 градусов. Вот угол 45 градусов мы, в принципе, можем себе представить. Да, вот если это у нас угол 90 градусов, где-то сюда вот так пойдет угол 45. На что похожа трубка? На овал. То есть она у нас прежде всего такой вот овал. Немножко вытянутый. Ну овал, он, собственно, и есть вытянутый. Ну, где-то вот в этой части мы делаем еще один овал. Это отверстие, собственно, да, в которое набивается табак. И немножечко выравниваем низ. Немножко выравниваем его здесь. Чуть попрямее делаем вот чубок трубки вот в этом месте. Можно даже сделать небольшую какую-то там ямочку, выемку. Там она есть. И буквально на глазочек, да, вот таким вот образом подстраиваем к трубке мундштук. Главное, просто проверьте. Вот посмотрите внимательно, да, под каким углом он идет. Вот этот же угол мы переносим на свою работу. Просто можно подставить кисть, найти вот этот угол наклона, подставить к работе, запомнить направление и быстренько обвести. Быстренько прочертить, прорисовать. Так, примерно по середине трубки, по крайней мере от меня, вот сюда чубок входит в чубок. По-моему, я трубку сильно увеличил. Поэтому я ее буду сейчас понемножечку, потихоньку, да, сильно увеличил. Буду ее менять. Буду ее менять просто более темной краской. Ультрамарин плюс Умбра. Вот сюда я трубочку уведу. Она у нас немножко ниже, чем чашка, потому что ближе чуть-чуть к нам. Ну, вот где-то здесь я ее уменьшаю по всем направлениям. То есть все пропорции уменьшаю и ширину, и высоту. Вот. Дело в том, что такая большая, как она у меня получилась с самого начала, она слишком выйдет за пределы холста. Здесь у нас очень такой плавный, красивый изгиб получается. Он, смотрите-ка, касается чашки. То есть все мы правильно встроили. Уходит наверх и немножко куда-то вот. Чуть под другим углом заканчивается здесь. Сейчас делаем вот этот изогнутый чубок. Вот сюда. И делаем его толщинку примерно до середины трубки. Также можно показать себе сразу вот золотое колечко на этой трубочке. Проверяем пропорции. Проверяем трубку по высоте чашки. Она должна закончиться примерно там же, где и на натюрморте. Если что-то вдруг увеличилось очень сильно, пока у нас еще только построение, мы можем немножечко все передвинуть, переставить, чуть-чуть выровнять все наши контуры. Сделать их более правильными. Чуть я тоже вот уменьшу чашечку. Немножко вниз ее перенесу. Заодно покажу более подробно ее форму со всеми ее изгибами. Потому что сверху вот здесь она как котелок небольшой. Да, вот чугуночек такой. У нее тоже сверху есть такой наплыв. Ну и заодно, раз уж чашка немножечко передвинулась, я исправлю, может быть, немножко ее ручку. Или покажу, по крайней мере, толщину ручки. Вот она же не плоская. Она такая, чуть-чуть квадратненькая. То есть я вижу толщину ручки вот здесь, сверху. И вижу вот здесь, вот по внутренней части. Веточку, да, веточку желательно наметить. Но, если прям вот очень нужно, прям можно это сделать сейчас. Можно и чуть погодя. Я ее, наверное, намечу сразу зеленой краской. В этот же замес моих оттенков я добавлю чуть больше синего, чуть больше желтого. Чтобы ничего у меня никуда не, ну, никак не выделялось. Намечу, как у меня веточка лежит. И немножко проставлю, буквально несколькими мазочками, просто проставлю листики. Вот как они, где будут находиться. Здесь, вот сюда, пусть она у меня лежит на поверхности. То есть нижние листочки чуть будут изогнуты. Верхние будут больше направлены наверх. Вместили. Если будет пустовато в нашем натюрморте... Ага, вижу, вижу, вижу вот этот вот значок. Видимо, камера показывает хорошо. Но я уже успел заметить, она подстраивается. То есть у нее работает автофокусировка. Попробую ее потом найти и отключить. Потому что мне она, конечно, не нужна. Вот. И если будет маловато, пустовато, мы сможем потом какую-то веточку вот сюда еще сделать. Пусть у нас трубка и чашка кофе лежат в окружении зелени, например. Ну, действительно, почему бы нет? Ну, чтобы заполнить излишне большое, пустое пространство. Сейчас у меня все предметы примерно в полтора раза получились больше, чем вот они есть в натуральном виде. Сиение очень хорошо. То есть лучше, конечно, делать все так, как оно есть по размеру. Но у меня холст 18х24, нету холстика 15х20. Поэтому, чтобы не было совсем пусто, я их немножко увеличил. Когда будете работать в следующие разы, постарайтесь делать предметы такими же, какие они есть на самом деле. Не увеличивать их сильно. Чистим кисть. Берем, если у вас есть наша основная, ваша основная краска, которая осталась после прошлой работы, вы ее собрали на палитру, перемешали в единый цвет, отложили в баночку, можно взять ее, вот эту краску. В нее добавляем умру. Если нет этой краски, просто берем умру. Добавляем в умру немного кадмия красного. Мы сейчас будем делать цвет нашей чашки. Он, конечно, коричневый, но он тепло-коричневый. Красновато-коричневый. Вот умбра плюс кадмия красный. Проверяем на холсте, похож ли цвет. Вы знаете, похож. Умбра плюс кадмия красный. Можно немножечко набрать еще и желтого. И делим нашу кружку на известные нам оттенки. С левой стороны она чуть зеленее. С правой стороны, то что, что так прям мешается. Не хочет участвовать в композиции, в натюрморте. Но это всего лишь веточка. Как она лежит, в принципе, сейчас для нас не очень важно. Я постараюсь ее больше не задевать. Сейчас, секунду. Вот. О чем я говорю? Да, здесь немножко зеленее, здесь немножко коричневее. Поэтому мы как раз вот именно эту коричневатость сейчас пытаемся найти, сделать ее, найти общий цвет чашки. Немножко можно сразу по кругу горлышка пойти. Где у чашки, у блюдца такие же могут быть оттенки? Вот здесь. Ну вот. Ближний к нам край блюдца. Ближний к нам край чашки. Они могут быть такого цвета. И постепенно, глядя на наш натюрморт, мы в этот же цвет, прям уже можно на палитре, а можно прям уже даже на холсте, добавляем чуть-чуть где-то желтоватости, чуть умбристости. И немножечко, немножечко для тени, вот особенно вниз, вот сюда, добавляем ультрамарин. Мазки проще делать прямые. То есть, как будто бы мы вычерчиваем, отчерчиваем нашу чашку. И сразу показываем, где она у нас будет более темненькая, где у нее тень. Вот здесь, кстати, немножко тени тоже будет. Прям смело. Умбра красный ультрамарин. Вот делаем хорошую тень. Большую. То есть, ее должно быть, ну, на самом деле, много. Вот если мы посмотрим на тень на чашке, относительно трубки, относительно высоты самой чашки, у нас большая главная тень заканчивается где-то примерно даже вот здесь. У меня сейчас кисть номер ноль не очень большая, но, откровенно говоря, мелкая. Да, поэтому я делаю много мазков. Если вы возьмете хотя бы четверку, например, или шестерку, да, вы вот это вот все сможете сделать за буквально один мазок, за одно движение. Такую же тень Умбра Ультрамарин, можно даже почище просто Умбра Ультрамарин взять, я бы рекомендовал сделать вот там внутри чашки, чтобы показать, как она внутрь вот туда углубляется. Чтобы тень не соединялась с самой чашечкой, просто побольше, посильнее. Собственно, у меня для этого подходит главный первый цвет, вот основной, да, тот, который я смешал. Вот здесь делаю немножко больше светлоты. Чуть-чуть светлоты. И даже особо не вытирая кисть, опять вот набираю ту краску основную на палитре, и в нее добавляю синий и желтый. У меня краска получилась, ну, из-за большого количества бельон, немножко такая кремово-охристая, ну, как шоколадный крем, как кофейный крем, кофе с молоком. Вот я в этот цвет, а это что? Это умбра белила, желтый, красный, просто немножко больше белил получилось. В этот цвет добавляю зелень. То есть я подмешиваю желтый и синий. И ищу вот этот вот оттенок чашечки. Вот это пятно. Зеленоватое. Его, это пятно, я могу уже теперь немножко менять в пользу желтого, менять в пользу белого. Оно зелененькое, синенькое. То есть, если присмотритесь, это все-таки холодный цвет. Холодный светлый, значит, там больше ультрамарина. И присутствует, хорошо присутствует белило. Вот он, этот оттенок у чашки. Пятно не четкое по форме. То есть оно, конечно, кругленькое, но у него нет четких краев. Поэтому мы потихоньку соединяем его мазочками цветом нашей чашечки. Соединяем и вытираем писть, чтобы у нас не было лишнего цвета. Чуть-чуть стушевываем, но стушевываем аккуратно. Не просто так вот перетушевываем вправо-влево, да, а делаем все-таки немножко мазочки. Чтобы у нас не было растертой краски, перетертой, некрасивой. Немножко можно мазками, также вот это пятно, распределить чуть больше по чашечке. Здесь, вот в этом месте, у нас самый яркий свет, поэтому здесь и пятно, и чашку мы аккуратненько, чуть-чуть, добавляя белил, можем высветлить. Вот в этом месте. Белила, вот особенно в зелень, и синенький. Почему мы смело можем белить вот это место? Ну, потому что белила, это краска холодная. Пятно у нас холодного зеленого оттенка. Для холодных оттенков, в качестве краски высветляющей, мы смело можем пользоваться белилами. Кстати, примерно такой же цвет, где-то вот я сейчас увидел, есть он там по ручке. Добавлю его сразу. Немножко. Вот, теплые цвета, если нам надо будет высветлить, лучше высветлять теплой, светлой краской. У нас в качестве теплой, светлой краски на палитре есть кадми желтый. Вот мы его будем брать. Так, заодно, вот, натюрморт, он никогда не пишется один предмет, а потом другой, да, по очереди. Пишется все время, все немножко вместе. Заодно немножко дадим цвет трубке. Она тоже коричневая, но коричневый, там другой. Скорее всего, это более светлый, более рыжий и немножко выбеленный, коричневый, особенно на цветах. То есть, умбра, кадми красный, кадми желтый, немножко белил. Ну, собственно, получается сначала практически тот самый, вот, мой начальный цвет кофе с молоком. Я его проложу вот здесь. Я вижу здесь светлый оттенок по трубке. Вот я сделаю ее здесь, вот, мундштук. Чубук, переход в мундштук. Вот здесь. Чуть более коричневато, чуть более синеватую красочку можно взять для самого чубука. Он немножко расширяется к низу, то есть, вот к этой части, чашка его расширяется немножко. А я его заодно чуть-чуть меняю по пропорциям. Теневая часть этого чубука, она больше похожа на вишневый цвет. У нас нет красок, которые создадут вишневый цвет, но у нас есть кадми красный, кадми синий. Не вытирая кисть, набираем кадми красный и синий, добавляем на кисть в палитре, в наш однородный оттенок. То есть, вот сейчас, в принципе, у нас все краски мешаются на палитре практически в одном и том же месте. Большая лужа цвета, которую мы в разных краях делаем. Чуть желтее, чуть синее, чуть краснее. Добавляем все больше красного и синего, затемняем наш оттенок. Можно проверить себя, вот если смотрели видео, как делать оттенки. Вспомните наш урок с апельсином, да? Вот можно поднести кисть с краской и посмотреть, похож оттенок на тот цвет, который мы ищем, или нет. Прям даже к монитору можно поднести к картинке. Главное, не испачкайте монитор. Немножко сделаем темноты вот этой темненькой краской по чубу. Вот здесь он у нас будет самым темным. Он там уходит в тень, там на него отражается еще и драпировка. Скорее всего, в этом месте мы можем добавить умбрус ультрамарином, практически чистый. Сделаем так же темно внутри. Угольки рисовать не будем. Чуть более светлой красочкой, такой, такой, более красноватый, более похожий на горшок. На горшок, извините, на чашку, конечно же. На чашку. Сделаем верх у чубука. Вот у колечка деревянное, да, вот верхушку, толщинку. Чуть даже можно выбелить этот цвет. Чтобы показать толщиночку. Смотрите, уже натюрморт у нас рождается, уже прям совсем хорошо. Есть немножко цвета здесь, есть немножко цвета здесь. Чтобы понять их оттенок, я сразу же рекомендую дать немножко цвета и на фон. На фон и на мундштук трубки. Это что-то очень темное, это что-то очень черное. Кто-то из этого будет действительно чернее, что-то будет немножко более светлым. скорее всего, но поскольку мы видим черную часть мундштук на фоне драпировки, мундштук у нас точно будет темнее. Я для такого темного цвета беру пополам чистый ультрамарин с омброй и намечаю вот эту черноту, темноту. Дальше в этот же цвет чуть-чуть добавляю побольше ультрамарина и совсем капельку белил и кладу этот цвет рядышком. Это уже фоновый цвет, посветлее, он более серый, темно-серый, но я его в несколько мазков наношу рядом на холст, чтобы понять темноту одного предмета и другого. Заодно, поскольку все-таки мы попытаемся сделать этот этюд побыстрее, по живописнее, действительно, по этюдни, заодно я сразу немножко выровняю этим цветом толщину мундштука. сделаю его чуть более узеньким, чуть более элекантным. Книзу, как бы мне не хотелось, как бы не казалось, что везде должно быть одинаково серым, книзу вот здесь фон все равно надо делать темным. У нас освещение чуть сбоку и сверху, поэтому у нас верхи, верхняя часть предметов, верхняя часть фона будет посветлее. Внизу фон за предметами будет потемнее, понасыщеннее. Даже где-то вот здесь я сразу тоже возьму небольшой кусочек фона вишу. За трубкой вишу. Вот здесь тоже немножко темноты. И есть еще одна вещь. Фон вертикальный всегда темнее фона горизонтального поэтому вот здесь вот у нас фон может быть такого же цвета даже светлее чем вот эта краска. То есть вот сюда мы можем больше добавлять белил. Выбеливать, высветлять и может быть делать немножко более голубым оттенок фона, оттенок драпировки. Серо-голубой или даже голубовато-серый. все равно этот цвет будет пытаться выглядеть черным. И вот у меня поскольку холст тонированный у меня есть возможность вот чем мне еще нравятся тонированные холсты. Наталья Наталья Калязина сейчас обращаюсь. Наталья вы были абсолютно правы когда говорили что давайте все время писать на тонированных холстах. Ну по крайней мере почаще. Очень хорошо смотрится. не нужно дописывать фон до конца не нужно дописывать до конца цвет предмета. Фон тонировки фон грунта цвет грунта он может быть участником нашей картины. делаю небольшие мазочки возвращаясь опять к фону 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 побольше возьму кисть и чуть вот той самой темноты изначальной первичной темноты которая умра ультрамарин внесу рядом с предметами внесу по низу постепенно но везде заполняю холст краской мазки можно делать в разные стороны совершенно не важно их направление особенно по фону но желательно конечно показать что у нас драпировка что она струится немножко вниз но в принципе это не так важно сейчас нам важно найти нужную нам темноту красивую темноту и куда потом от нее постараться не уходить движение мазков ближе к краям работы постараюсь сделать немножко такими знаете совсем неаккуратными вот писал автор картину и решил не дописывать как будто бы чтобы чуть-чуть где-то вот этого цвета может быть у нас тоже оставалось фону если у вас холст белый просто немножко более аккуратненько по нему пройдитесь лучше конечно убрать белизну холста как я всегда говорю чтобы белый холст не светился просто пошире делайте все мазки постарайтесь побыстрее закрыть холстик цветом закрыть его краской так основа у нас есть потихоньку соединяем наши фоновые цвета пока даже вот эту ветку уберу она мне сейчас не нужна в принципе фон это самое важное в картине относительно фона мы смотрим на цвет и оттенки всех других предметов на фоне они должны выделяться или в фоне должны пропадать поэтому фоновые цвета фоновые краски лучше конечно с ними так подольше посидеть поделать внести всю темноту всю светлоту вот если хочется складочку делаем с одной стороны фон чуть почернее с другой откровенно более светлым и немножко соединяем два оттенка вместе можно даже вот движениями в разные стороны если вы по фону сделаете где-то даже в темноте чуть-чуть такие знаете вот мазки как бы в одном направлении от узеньких к широким и подчеркнете их с одной стороны большей темнотой у вас получится впечатление ощущение того что здесь таится какая-то складка то есть у нас фон такой мятый но он немножко мерцает то в серый то в черный поэтому кое-где можно делать области более серые более светлые кое-где чуть-чуть потемнее чтобы сразу такое немножко мозаичное мерцание темноты светлоты у вас получалось к верху посветлее внизу потемнее если складки писать неохота я в принципе это очень даже понимаю я тоже не люблю писать складки можно просто сделать растяжку от светлого сверху темно внизу этого тоже будет достаточно вытирайте кисть почаще вытирайте кисть потому что краски много краска разная краска намешивается в одном и том же месте мы сейчас не уходим далеко от общего пятна то есть о чем я хочу вам сказать сейчас покажу попробую показать вот у меня было общее пятно коричневый мои краски из банки вот я сейчас в него же добавляю синий в него же добавляю умбру делаю черноту для более чистой черноты вот у меня где-то вот тут рядышком отдельно смешано только синий с коричневым но в принципе вот такая вот грязюка на палитре вот я из нее вот он вообще цвет большой да с прошлой работы вот я его тоже так же менял вот сейчас вот все мои пять красок я вписываю вот в этот мой первый оттенок вот я его меняю я его выбеливаю я его более красным делаю более зеленым более желтым таким образом она у меня сохраняется как бы единство одной краски есть одна краска на работе которая меняется по оттенку ничего никуда не вываливается все получается очень так общо ну раз главная фон да немножко я больше фону сейчас посвящу время рядом с мундштуком трубки я его постараюсь сразу сделать немножко посветлее чтобы потом мундштук нигде не терялся и закрою все свои линии построения которые я там делал чтобы они тоже мне не выделялись не мешались мне добавлю хорошей темной темноты может быть даже ультрамарин умбра и кадми красный все темно насыщенные краски смешаю добавлю темной темноты под трубку вот сюда там должна быть тень добавлю этой же темной темноты под блюдце чтобы показать что под блюдцем тоже тень имеется она ведь там есть есть чуть-чуть где-то вот немножко сюда на будущую зелень даже капельку заеду если мне будет нужно скорее всего будет нужно не будем делать от трубки тень лучше за трубкой примерно вот на этом месте мазните еще немножко светлоты чуть-чуть серенького просто за счет цвета фона обозначьте тень от трубки небольшая светлота вот здесь как бы уже по вертикальной поверхности вот эта светлота она выделит тень от трубки больше ее обозначат получится больше яркости даже вот этот серый он все равно смотрится черным цветом черным на свету все равно он выглядит хорошо что еще мне хочется еще мне хочется сделать блюдечко внизу вот у нас сейчас был смешан вот этот черный цвет серенький да вот немножко брали на кисть если мы в него добавим красный и умбру мы получим очень темный коричневый который нам подойдет вот в этом месте низ блюдечко и посмотрите блюдечко особенно справа оно прячется в фоне то есть здесь мы его можем делать совсем темным более коричневым не таким черным как он но все-таки темненьким может быть такой же цвет еще раз добавить вниз вот сюда по чашечке чтобы она тоже стала более объемной более темной наверху добавить тень хорошие тени по предметам сразу делают хороший объем никогда не добавляйте чтобы усилить впечатление не добавляйте свет не добавляйте блик добавляйте средний цвет и добавляйте тень тогда предмет будет хороший устал я от коричневых немножко поработаю здесь зелененьким еще раз можно что-то такое здесь подсоединить цвет время от времени возвращайтесь к предыдущим мазкам вот сейчас здесь краска чуть-чуть что называется встала то есть она немножко подсохла подветрилась поэтому ее здесь можно более тягуче так вот она распределяется можно получше распределить по форме чашки развести ее и новые вот эти мазки они не будут очень сильно вписываться в предыдущий цвет просто потому что краска немножко заветрилась сейчас я буквально на минуточку прервусь я попробую перезагрузить чат у меня какая-то странная вещь творится у меня над чатом и у большинства страниц справа или слева появляется надпись что the page you are looking for is temporary unavailable please try again later какой-то плагин видимо потерялся поэтому я все время очень переживаю что в чате сейчас идут комментарии а я их не вижу ну ладно комментариев нет очень хорошо значит кто-то смотрит а кто-то пишет возвращаясь в большой замес коричневой краски добавляю туда немножко красный и желтый попробую сделать цвет более такой терракотово кирпично оранжевый для где для здесь вот сюда я вижу немножко рыжинцы вот в этом месте чашки тоже намешиваю цвет могу поднести буквально кисть к чашке проверить оттенок очень только надо хорошо размешать краску проверяю оттеночек и вношу кстати вот здесь на чашке отражается трубка поэтому сюда тоже немножко такой оранжевости можно добавить рефлекс немножко сглажу рефлекса с тенью средний цвет чашки будет немного более красным значит чуть-чуть возьму красноты где-то вот здесь добавлю больше больше в красный будет как переходный от темного в рыженький более такой приятный цвет то есть тень это умра ультрамарин красный немножко желтый цвет чашки все эти же оттенки но немного больше в пользу красного цвет на чашке все те же самые оттенки но только больше в пользу желтого постепенно добавляю мазочки где-то в свет тень понемножечку соединяю оттенки чтобы они были более плавными чтобы более плавно переходили один в другой смотрю есть ли какие-то похожие цвета да есть вот здесь ножка чашки рыженькая такая освещена я ее буквально мазком таким хорошим намечаю дальше она уходит в тень значит я вот этот светлый рыжеватый желтоватый оттенок сначала делаю более красным добавляю цвета еще даже может быть краснее а потом беру теневой цвет чашечки и вот сюда в тень увожу кривовато да но ведь у нас еще потом сверху появятся листики поэтому ничего страшного листом сейчас зеленушку пожертвую ничего страшного если пока может где-то кривенько и то же самое по ручке ручка плоская выгнутая значит у нее вот этот краешек ближний там чуть желтее заметьте в чашке практически не отбелил вот этот краешек чуть желтее вот эта плоскость может быть такая тоже более наверное желтая чашечка ручка уходит у нас поскольку вот так вот падает свет да вот сюда падает свет он освещает вот эту часть ручки дальняя как бы дальняя часть ручки где-то вот здесь она находится она более темная возьмем туда немножко красновато коричневого оттенка сразу появляется свет тень на ручке даже за счет двух оттенков она становится уже объемная уже прям сразу почти настоящая цветом чуть-чуть поменяем может быть расположение немножечко подтянем и где она у нас еще тоже светлой немножко в желтизну вот здесь да вот я ее начал делать там где она сверху как бы входит в чашку там у ручки тоже есть небольшая зеленоватость если вы ее увидите где-то вот здесь чуть-чуть зеленцы можно добавить можно не добавлять потому что очень маленький объем мы просто там этого можем не сделать чисто физически и пытаемся соединить ручку с чашкой чтобы между ним не было фона чтобы не было никаких дырок подписать подделать фоном закрыть все странности ненужности и также за счет фона изнутри ручки и снаружи мы можем сделать ее немного более круглой то есть убрать все ненужные прямые линии ненужные прямые линии вот тут главное смотреть где у ручки изгиб а где у ручки линия более прямо пошла вот чем хорош тонированный холст я здесь трубку еще не делал а она уже готова и мне очень даже подходит этот цвет поэтому я постараюсь еще раз его найти это красный это умбра немножко синего немножко желтого больше умбру красный вот сюда ну то есть основной как бы цвет нашей трубки да вот здесь его берем делаем вот эта светлота которая сейчас по трубке идет вот это это черточка ее построение ее здесь нет но как блик она смотрелась хорошо я оттенок запомнил может быть потом верну значит еще раз умбра красный чуть-чуть даже желтого поскольку трубка теплая немножечко белил чуть-чуть прям совсем белил потому что трубка у нас деревянная немного светлее чем чашка намешиваем намешиваем этот оттенок проверяем может быть немного больше красноты можно добавить и нам надо сделать цвету трубки так чтобы блик у нее получился вот в этом месте там где трубка чубок трубки ближе всего к нам значит в этом месте мы прям на нашу коричневую кисть набираем капельку белью у нас там уже хорошо все закрыто краской и вот сюда немножко белизны вписываем чуть-чуть таким мазком не одинаково прямым здесь мазочек немного побольше пошире и вот кверху чубка он немного собирается делается поуже такая как будто капля света на трубке слушайте пока вы практически ничего не сделали а уже уже натюрморт видится я думаю что можно немного дальше опять поработать с фоном выявить низы предметов за счет светлого и темного фона то есть просто вытащить их немножко соединить тень от трубки с более светлым светом фона средним цветом то есть чтобы очень светлый фон вот этот бликовый и тень по трубке соединялись за счет какой-то средней между ними краски чтобы не было очень сильного контраста добавить где-то может быть каких-то тоже по фону дополнительных светлот вот мазочков попробовать наметить как будто подвижение складок каких-то мятостей ну чуть-чуть поработать с фончиком сделать немножко более голубоватым фон здесь внизу краску берите понемногу потому что нам еще вписывать сюда зелень мазками более горизонтальными немножко можно в разные стороны немножко можно по диагонали но все-таки общее направление скажем стола поверхности стола поверхности на которой стоят предметы должно быть более горизонтальным не хотел я записывать все до конца но записалось само по себе ладно уж допишу до конца доведу фон до конца фоном же слегка где-то может быть исправлю контур блюдечка немножко его где-то обрежу когда пишете доверяйте себе доверяйте своему впечатлению вот я сейчас здесь немножко сделал более резкий скос у блюдечка и оно зрительно хоть раз и закруглилось когда пишете внимательно смотрите да вот просто проверяйте какой вот здесь угол наклона если блюдце представить как соединение прямых отрезков насколько ну вот какой здесь наклон насколько оно горизонтально здесь насколько оно уходит под наклоном вот сюда какими линиями эти отрезки эти наклоны соединяются плавно или может быть там какой-то очень резкий может оказаться переход таблюдца так резко уходит от нас чем чаще вы смотрите на композицию тем лучше у вас получится картина потому что когда вы смотрите на картину на то что вы пишете вы начинаете придумывать когда вы смотрите на то что вы пишете то есть на натюрморт вы начинаете его разглядывать и начинаете замечать какие-то очень небольшие неявные нюансы но они потом вам очень-очень помогут они сделают вашу работу намного лучше вот я когда писал последний раз в студии натюрморт также вот с чашкой и сливами я кстати хотел взять вот эту чашку но забыл ее дома ну кто знает тот читал у меня в блоге писал натюрморт с чашкой и сливами я по традиции взял синий красный тот также ультрамарин кадный умру желтый белил смешал из синего красного и чуть-чуть умры более-менее сливовый цвет положил на сливу сделал где-то там немножко красненькое пятнышко и думаю ну вот и хорошо и вдруг когда вот я все больше и больше начал смотреть на эти сливы я понял насколько как именно там красный свет голубит например на на бликах насколько там слива на самом деле не фиолетовая не розовая а голубоватая как она становится более черной в тенях вот у меня этот натюрморт сейчас сохнет студия жалко чтобы я вам его показал просто больше начал смотреть именно на предмет в натюрморте именно туда вот сейчас также посмотрев больше на предмет в натюрморте я увидел что немножко выбеленный желтоватости присутствует у трубки вот здесь у него как бы есть тут такая небольшая площадочка более плоская это как будто бы верхняя часть штука а вот она уходит вниз вот здесь она здесь также немножко порезче покраснее то есть я чуть-чуть вот сюда красноты внизу внизу вот так вот скорее всего она да ну вот тут тут просто вот такой вот есть плоский светлый объем он желтый потому что освещение искусственное освещение от ламп искусственное освещение оно всегда теплое и я вдруг неожиданно увидел что вот здесь вот у нас свет серый выбеленный голубоватый оказывается не настолько белый как мне хотелось то есть я вот сюда внесу немножко более серо голубенькой краски вот этой краски краски фона просто чуть-чуть и вот сюда в блячок ее тоже добавлю в трубку немножечко посветлее чем она по фону и поаккуратнее вот сюда ее внесу потому что вот эта часть у труб не самая светлая она смотрит вот эта часть смотрит в сторону от освещения то есть она не будет светлее чем вот здесь значит я ее там могу сделать немножко что например покраснее по рыжее я в наш трубочный коричневый цвет добавлю красного добавлю желтого подмешаю его к нашей коричневой краске и вот сюда аккуратненько несу так трубка у нас лежит боком то есть там есть такой элемент сокращения поэтому вот эта вот часть кольцо да и вот эта сторона кольца они будут одинаковыми чем дальше от нас любой предмет тем меньше он становится вот всех овалов это тоже касается так что вот здесь я очень много уберу фон я уменьшу толщину вот этого дальнего края фоном просто фоном вот сюда и смотрите как у нас получилось что трубка лежит от нас немножко как будто отвернута здесь она этим краем ближе к нам он пошире здесь краешек чуть подальше от нас он поуже трубку я могу внутрь но она декоративна она закрыта крышкой я могу вот сюда добавить немножко больше темноты чтобы показать что трубочка тоже с глубиной да вот вниз там глубину уходит еще раз добавлю на нее тень хорошую тень вот здесь немножко дам тоже тени чуть-чуть более красно-коричневую теневую краску еще разик проложу вот здесь постепенно по чуть-чуть мазок за мазочком я трубку дополняю немножко вот этого цвета возьму добавлю туда больше может быть красноты желтизны особенно желтизны и сделаю небольшой мазок по золотой части на трубке он не желтый он рыжо-коричневый довольно темный он похож чем-то на цвет чашки вот на бликах его же этот же цвет я сделаю еще разик пожелтее и покажу блик этой золотой части это блик все больше я его пока светлить не буду а уведу это все в тень вот сюда если мы смешаем черный цвет и желтый цвет золотой мы получим зеленый поэтому я беру сейчас вот в эту желтую краску добавляю цвета темного цвета фона вот что у меня там на палитре осталось и вот немножко такой зеленцой чуть-чуть зелено-желтым желто-черненьким грязненьким я сделаю тень эта часть металлическая блестящая на ней цвет фона должен обязательно отразиться значит мы берем средний цвет предмета добавляем туда цвет фона у нас получается нужный оттенок мы его вносим в нужное место никаких премудростей больше нету честное слово и немножечко подработаю трубку просто подведу все ее вот эти вот детальки соединю одно с другой чтобы у меня нигде не было никаких дырок пробелов пробелов все отписывалось кстати можно также немножко серости да какой-то вот добавить чуть-чуть вот сюда серости коричневатости немножко вот здесь можно дать трубка в этом месте деревянная трубка тоже может чуть-чуть на себя забирать цвет фона но дерево просто не такое бликующее поэтому здесь мы можем немножечко краснотой сделать и помягче соединить вот эти вот два оттенка сделать немножко более мягкий переход просто вдоль этих двух цветов в одном и том же направлении несколько раз пройтись кистью тогда у нас оттенки чуть-чуть сгладятся вот сюда чуть тоже можно какого-то цвета добавить немножечко мне хочется добавить блика где-то вот здесь серенького блика по трубке вот сюда чуть тем самым выделив чубок немножко такой черной составлен нашей черной немного с краснотой можно где-то вот здесь по нижу в общем неплохо в общем неплохо моем вытираем кисть и отставим трубку ее и так уже много если она прям уже совсем сейчас получилось получилось нам можно взять тот самый светлый ее цвет для этого колечка добавить туда белила и чуть-чуть дать вот здесь вот этим цветом цвета плюс немножко белил сделать пару тройку мазков таких маленьких движений чтобы показать блечок ну чтобы у нас здесь вот это железячка засветилась чуть-чуть чуть-чуть самый-самый светлый цвет для колечка вот этого декоративного на немножко его выбелить чтобы у нас там блечочки были если не хватит то в центр этих новых мазков можно поставить прям точечки светлые чистых белил металл будет сверкать еще больше но сразу железная получилась так сама трубка деревянная мы там больше ничего делать не будем я хочу перейти к чашке и закончить просто сразу трубочкой если очень хочется и есть тоненькая кисть вот у меня нулевочка есть но она все равно по-моему не влезает по формату хотя у меня все сильно увеличено должна поместиться можно также вот этим светлым цветом чуть-чуть немножко дать вот здесь тоже золотиночку немножко там есть такой золотой ободок железный да вот чтобы края чебука не сгорал буквально тонюшенькую какой-нибудь сделать там линию контурную такую у меня не влезает моя нулевка потому что она уже вся давно выработалась надо все-таки искать новую кисть вот и да вернусь я к чашке она у нас не доделаем она еще там зеленушка должна быть рядышком возьму умбру красный так умбра красный немножко белил опять все это смешиваю в общей краске нет чуть свет вот просто здесь фон остался он хорошо смотрится я вот сюда как бы на дальнюю часть кромочки блюдца вот здесь хочу добавить немножко светлоты там она красиво будет смотреться вот сюда чуть-чуть светленького чуть-чуть бликового момента чтобы показать что у меня блюдце загибается что свет идет с этой стороны также такого же оттеночка я дам по переднему краю блюдца может быть даже немножко светлее его я сейчас уже делаю с белилами без желтого потому что здесь очень яркий свет и выбеленная вот эта краска она мне здесь подходит умбра красный смесь наших остальных оттенков тоненький тоненький лучше делать мазок тогда получается что у вас на блюдце будет блик цвет блюдца и тень под блюдцем сразу получается круглый кантик сразу получается круглая кромка у блюдечка так ближний ближний край у блюдца он готов то же самое аккуратненько точно так же сделаем вот здесь поверху чашечки самую-самую верхушку подчеркнем сейчас я даже наверное встану сегодня пишу сидя и попробую аккуратно самую верхушку вот этого наплыва у блюдца немножечко высветлить немножечко выбелить ой вот здесь также немножко подчеркнем чашечку по дальнему краю несколькими мазочками чуть-чуть-чуть-чуть вот если как я где-то ошиблись ну во-первых ну сделай там мазок чуть побольше да во-первых не смущаемся берем средний цвет чашечки чуть-чуть вот этот наплыв делаем более коричневым более может быть даже темненьким делаем под вот этим наплывом чуть больше темноты за счет добавления умбры красного и ультрамарина обязательно вот сюда даже ультрамарина можно больше брать вот здесь ну то есть как бы цветом тени если сделали какие-то ошибочки вот их немножко сглаживаем скрадываем и всегда когда пишем краяблюдца у нас страдает внутренняя часть ну вот этот пространство внутри чашки поэтому его тоже можно чуть-чуть темной краской вернуть обратно ну вот поскольку мы сделали блик здесь и блик вот здесь сверху да вот по этой части мы даже можем особо больше там ничего не трогать мы можем сейчас просто легонько больше сделать бликов по самой вот кружки там где они есть во-первых чуть желтее немножечко уже теперь белее плечок и сделаем вот в этом месте чтобы кружка отражала железную часть трубки пустим сюда блик возьмем ее основной коричнево-красный цвет добавим в него белило и сделаем бличочек где делаем бличок вот здесь немножко сделаем блики по ручке если не видно цвет не видно оттенок еще раз белило добавьте у нас уже желтезна там есть поэтому сейчас мы можем брать белило где там у нас выступающие все места в ручке ближний к нам край вот этой плоскости ручки вот здесь может быть плечок потихонечку понемножку аккуратненько стараемся не переделать не уделать это все вот прям вдрызг чистой кистью немножечко соединим оттенки просто пройдемся вдоль границ каждого оттенка немножко сгладим эту граниту чтобы она не была такая резкая в тенях можно резкость оставить кое-где переход из цвета в цвет можно делать чуть-чуть помягче и в бликовый же оттенок добавим немножко желтизны вот сюда вот подставку в ножку добавим чуть-чуть более желтого цвета слегка слушайте ну красота получается так еще разик все неровности проходим убираем если есть возможность да вот уже кисточкой аккуратно отделяем ручку вот здесь вверху от верхнего края чашки чтобы там чуть-чуть получилось просматривает фон немножечко ну просто чтобы не сливалось все в одно целое где-то вот тут тоже можно точечку маленькую поставить чашку больше отделить от фона и то еще хочется чуть-чуть в зеленоватый наш оттенок чашки слегка немного мало-мало попробуем добавить еще раз белил и синего где-то вот здесь сделаем немного более яркий много более светлый мазочек пятно того самого света который нас все освещает мазок не обязательно делать по форме чашечки мы можем его делать ну во-первых одним большим мазком а можем вот так вот собирать вписывать из нескольких мазочков главное чтобы вам было удобно немножко такого же цвета как ни странно я сейчас увидел вот здесь вот он там откуда-то появился чуть-чуть я его могу теперь добавить вот сюда на ручку буквально капельку вот та самая зеленость о которой я говорил она немножко у чашки везде присутствует уже все краски более-менее втянулись в холст они уже не так тянутся за кистью поэтому я могу немножко вносить другие оттенки буквально мазочек и не трогаю главное еще вовремя остановиться я вижу и вы это видите что у чашки есть яркие блики по краешку по кромке если хочется можно взять белило и вот здесь где у нас яркий блик да вот по самой чашке вот здесь же вписать яркий такой бличок по кромочке маленький мазочек он повторяется немножко вот здесь я вот там вижу а теперь если мы вот свет откуда-то отсюда идет право слева если мы разделим от этого мазка чашку как будто напополам то есть чуть-чуть под наклоном не вот так пополам а по диагонали чтобы вот эта часть была равна вот этой части от мазка блика пытаемся разделить верх чашки пополам где-то в этом месте у нас будет стоять тот самый мазок дальний блик который отражается на чашечке тоже аккуратненько его вносим вписываем потихонечку вот чтобы не испортить вот этот овал чуть-чуть мало-мало и теперь немного белил сухо-сухо мало-мало на кисти то есть ну такие же маленькие мазочки да мы можем сделать там где у нас тут блики по ручке немножко вот внутри всех светлых пятен там зеленоватых желтоватых которые мы уже сделали как бы внутри них мы делаем вот эти маленькие малюсенькие выбеленные мазки даже где-то вот здесь мы это можем сделать чуть-чуть белил они практически полностью вписываются в предыдущие краски но все равно белильность остается ее не так много это не совсем чистые белилы но все-таки смотрится относительно всего уже таким действительно ярким белым носком вот здесь тоже немножечко по кромочке блюдца проверяем относительно вот этих теперь уже более светлых наших пятен все остальное вот я теперь вижу что мы где-то сюда хочется чуть какой-то большей может быть светлоты внести немножко капельку трубка тоже чуть-чуть посветлела и забудемся в экстазе и смешаем себе зеленый цвет берем наш оставшийся коричневый оттенок добавляем туда желтый добавляем туда немножко синего желтого берем побольше делаем себе зеленый травяной цвет если сложно писать на общей краске возьмите желтый возьмите ультрамарин и чуть-чуть добавьте в этот получившийся зеленый кадмий красный противоположного цвета любой противоположный цвет для основного цвета будет небольшим затемнителем то есть я к чему говорю что если вы вмешаете чистую краску в зелени зеленый делайте желтого и синего зеленый получается очень яркий вот чтобы яркость убрать можно добавлять немножко кадныя красного противоположного цвета противоположного зеленого и намечаем нашу вот эту веточку где она у нас будет лежать да вот где-то здесь даем ей направление как она будет лежать его можно прорисовать его можно просто хорошо себе представить и за один-два мазка ставим листики зеленоватые заодно проверяем зеленость цвета насколько он зеленый зеленый насколько мы его видим зеленым насколько он у нас зеленый получился также можно проверить его просто поднеся к фотографии к предмету в натюрморте следим за тем чтобы краски не было много на кисти потому что ее уже и так везде много и вписываем наши листики как мы их видим как мы их ощущаем прикрываем если где-то есть прикрываем все наши неудачки что такое листик листик это прикладывание кисти сейчас какую-нибудь картоночку возьму вот чтобы написать листик прикладываем кисть с малым нажимом ведем делаем нажим больше и аккуратненько отнимаем получается вот такая штучка можно опять здесь уголочек подписать прикладываем кисть ведем мало нажимаем много нажимаем потом можно опять мало нажимаем листик получается форма листика такая вытянутая но не капелька вытянутый ромбик ничего другого в принципе для них не нужно но особенно когда это не главный участник в натюрморте мы можем их теперь немножко больше заголубить или зажелтить смотря что мы хотим с ними сделать засинеть убрать тень можно чуть сделать более светлыми даже немножечко добавить белила чтобы показать краешки листочков кромочки чтобы эти наши листики на всем этом фоне были немножко более видны желтенький беленький или голубенький беленький для ярких краешков для кромочек торец листочка чуть-чуть подсветить чуть-чуть вот вот эту кромку кромку листика нарисовать немножко может делать более более голубой оттенок листва на ярком свете на ярком свету она может становиться немножко более голубоватой поэтому можно чуть-чуть голубенькой краски здесь добавлять и так же аккуратненько кисточкой краешком кончиком дописываем подписываем веточку которая тоже должна быть с этим беловатым бличком поверху вверх нашей веточки тоже должен быть немножко освещен если мы делаем вот этот блик на зеленых листик когда делаем кромку дальше нам надо обязательно у этих листочков сделать тень более холодную более темную главное более темную вот у нас свет идет вот отсюда значит вот эту часть листиков должна быть потемнее мы немножечко ультрамарином вмешанным в наш зеленый цвет чуть-чуть затемняем вот такой объем делаем этим листочком они же выгнуты значит вот эта часть направлена вправо уходящая от освещения она должна быть немножко более темненькой можно немножко а можно и немножко темненькой тогда просто объем будет более ярко выраженным сюда сюда здесь какой-то листья здесь какой-то листочек у нас тут пройтись по всем по ним если не хватает ультрамарина если зеленый получается слишком синий добавьте красного чуть-чуть он даст дополнительную темноту заставит наш синий зеленый быть более натуральным вот и от этой веточки увы но надо сделать тень тень на столе из чего мы писали наш фон из умбра и ультрамарина значит мы берем чуть больше в пользу ультрамарина наверное все-таки это смешаем то есть вот этот вот наш темный оттенок и вот здесь вот веточкой от нее немножко от этих теневых моментах немножко теневых мазочков в сторону даем под веткой и немножко от нее уводим иногда бывает что вот просто ну никак тень не ложится и в принципе и фон уже здесь хороший как бы на столе да и все хорошо и как-то тень не вписывается можно взять наоборот светлую краску представить себе где будут теневые вот эти места и между ними между соседними предметами наоборот фон стол в нашем случае да вот чуть-чуть высветлить как бы высветлить перед листиками вот это все перед листочками пойти не в сторону тени а наоборот в сторону освещения но тогда вот это освещение надо добавить дальше по столу ну чтобы вот этот свет он распределился везде тогда предыдущая краска будет у нас здесь цветом тени смотрится тогда более яркое получается освещение более солнечно больше света в работу сразу входит немножко сюда чуть-чуть ну то есть не обязательно всегда только темнете вот сюда немножко тоже я его пишу можно если и так уже довольно темно можно все остальное чуть-чуть начать наоборот высветлять и за счет света написать какие-то тенюшки честно говоря очень сложно очень сложно я как-то не рассчитывал что это такой сложно будет натюрморт ну казалось бы да глиняная но она глиняная чашка деревянная трубка золотая штучка на трубке кстати у трубки вот она почти сделана можно взять цвет блика на столе голубоватый сделать плечок вот здесь по мунштуку ну просто чтобы не белой краской аккуратненько краешком плечок по черной части мунштука здесь где-то вот здесь бличочек ну и есть вот тут вот сверху еще такая ну маленький наплывчик зазубрена такая вот сюда тоже можно немножечко блика проложить ну и чуть-чуть здесь чернотой вот этот наплывчик добавить ну чтобы у нас трубка стала настоящей трубкой чтобы все было прям как на самом деле вот глиняная чашка деревянная трубка золотое колечко пластмассовый штук зелень ткань у нас сегодня было очень очень много разных поверхностей с разным бликом я старался подобрать чтобы они ну хотя бы по цвету подходили один к другому но все равно натюрморт довольно сложный с оттенками с разным освещением с рефлексами которые мы неожиданно просто сами по себе они у нас врисовались отражение трубки отражение тени отражение стола где-то поглубее где-то посинее но мне кажется что все равно удалось и вот я сейчас покажу еще раз свою палитру еще раз намекну про общую краску на чем я писал вот на чем я писал вот он сегодняшний мой цвет вот он стал зеленее коричнее желтее краснее где-то здесь был вот он добавлено сюда с большей умброй большим ультрамарином вот немножко в голубоватость пошел вот я отдельно смешал здесь более голубой оттенок ну просто чтобы здесь мне не мешалось ничего сегодня я писал все это на одной общей единой краске которую я смешал из остатков всех красок которые остались от предыдущего матернорта с сегодняшней краской я поступлю точно так же я ее смешаю сложу вот сюда в банку и во-первых загрунтую следующий холстик они всегда получаются немножко разными по цвету если вы вспомните предыдущие на полтора часа раньше да вот этот холст он был где-то около вот этого цвета трубки там следующий холст у меня например немножко более коричневато зеленоватый может получиться следующий может быть получил получится в красноту но это не важно из этого же цвета я начну дальше выстраивать следующий натюрморты его же буду на палитре менять в сторону желтого в сторону красного чтобы опять собралась вот эта гармония как видите даже довольно откровенные зеленые желтые оттенки красные оттенки вот на этой коричневой бежеватой не знаю какой краски цвет топленого молока тоже можно сделать чем это еще хорошо если мы пишем на вот этой сложной краске чистый цвет из палитры желтый он сразу ну например желтый он сразу может быть для нас цветом самого яркого блика то есть мы пользуясь вот этим одним цветом общим цветом главным цветом в который потом все добавляем мы избавляем себя от необходимости добавлять белила в больших количествах даже если мы их добавляем они все равно уже немножко перепачканы то есть мы избавляем себя от разбеленности от выбеленности Наталья Владимирова пишет сложно но вроде мы молодцы ура я думаю что мы даже не вроде молодцы а мы просто молодцы молодцы поэтому я прекращаю писать я прекращаю болтать прекращаю вот это вот действие и попробую вернуться к вам с работой показать ее камеру сейчас я ее вытащу сначала чтобы вам было красиво чтобы вы видели меня тоже красивым и попробую показать работу в камеру уже вот наверное я буду все-таки близко да близко к монитору близко к камере выключу вот этот свет ну что вот моя картинка я я пытаюсь взять в руки вот что у меня сегодня получилось сейчас не хватает немножко освещения очень темно почему-то у меня сегодня в комнате не пойму почему вроде все как всегда вот вот так попробую вот моя работа в эту камеру она смотрится немножко более темно даже не немножко действительно более темно чем есть на самом деле она все-таки поярче после того как мы с вами распрощаемся я еще раз поставлю мою работу на мольберт потому что я все-таки пишу немного сбоку и я вот сейчас вижу как у меня поехали все формы да как поехал этот овал как поехала вот эта форма я парой тройкой мазков просто немножко подправлю я хочу чтобы у меня все было поровнее чтобы ничего никуда не заваливалось переписывать или добавлять что-то подделывать я не буду я только лишь исправлю ровность и симметричность всех форм очень красиво спасибо большое спасибо я верю что и у вас вышло или выйдет так же красиво я знаю что вы молодцы вы обязательно с этим справитесь все будет у вас замечательно надеюсь что мои разговоры про одну и ту же краску не очень вас утомили мне просто в последнее время нравится этот момент писать на едином каком-то цвете если вам хочется солнечности яркости чистоты цвета пишите на чистых цветах не надо пользоваться вот этой одной краской если вас это не устраивает совершенно не нужно но как показывает сегодняшний опыт например грунтованный тонированный холст действительно круто действительно здорово вот тонировать холсты я вам советую иногда мне самому приятно пописать на белом но особенно если я пишу что-то светлое например небо на тонированном холсте мне не всегда удобно сделать хотя голубой сразу очень ярко выделяется будем с вами писать еще будем писать дальше будем пробовать разные моменты разные варианты поэтому готовьтесь дальше будет также интересно с каждым разом будет я надеюсь все лучше и лучше у нас с вами все это получаться на сегодня все спасибо вам за приятный вечер мне было очень здорово приятно написать с вами эту работу этот такой мужской немножко брутальный как сейчас модно говорит натюрморт я желаю вам удачи в вашем творчестве и как обычно поскольку вы обязательно будете пересматривать это занятие в записи я желаю вам доброго утра хорошего дня приятного вечера и спокойной ночи с вами был я Александр Давыдов до свидания до свидания Субтитры создавал DimaTorzok